Солдаты и офицеры Сегодня суббота Знаменательный для всех нас день Банный день Добрый день Вот и весна Вот и апрель А стало быть дни А может даже и недели дураков Ну а нас естественно Банный день С чем мы вас собственно и поздравляем И с первым апреля в частности Кстати Всех дураков Приглашаю сегодня в дискотеку Женео На самый дурацкий диско-марафон в мире От радио 100 Нарва Ну а через неделю на профессиональный бокс Говорят в августе В Таллинн приезжает Майкл Джексон А перед ним в Нарву Майк Тайсон Правда нарветянам нужно всего-то на все Выложить 20 миллионов долларов Чтобы он приехал Не верите? Тогда послушайте Самого титулованного Боксера Эстонии Тренера сборной Олимпийской сборной По боксу Нашего земляка Геннадия Толмачева Мы вас просим Как о боксе Так и о бане Интересно узнать из уст Человека нашего гостя Как его зовут? По традиции Геннадий Итак мы в гостях У Геннадия Толмачева И мы не будем Наверное спрашивать О боксе Вот какие были успехи У нас Традиция такая Мы просто спрашиваем Наших гостей Как вы относитесь к бане? Кстати бане и бокс Неразделимы Баня это самое главное Средство вообще Для спортсменов В плане Здоровления Реабилитации Восстановления А для боксеров Тем более Потому что боксеры Баня пользуют Для сгонки веса Геннадий Ну понятно Что бокс и баня Неразделимы А вот для человека Как для Геннадия Что на бане Для тебя лично? Я в свое время Так много напарился Сейчас я уже не Вращаю много внимания На баню Хотя я люблю ее Баня это отдых В первую очередь Отдых И хорошая компания Можешь рассказать Вот хотя бы Частичнее свой эмоцион Свою традицию Когда ты рано утром Встаешь Что ты делаешь Вот перед баней? По-разному Смотря как я встаю И с какой целью Иду в баню Бывает Иду в баню для того Чтобы просто Восстановиться После тяжелых дней После тяжелой работы Бывает Редко после праздника Хорошего Она очень сильно помогает После хорошего праздника Обильной пищи Просто лучшие средства И все-таки Это традиция Или же Опять же Что-то такое Обязательное Для меня это Просто привычка Это привычка Ян Ну у нас В традиции В программе Мы просим наших Гостей Рассказать Какой-нибудь Курьезный случай Или анекдот Который произошел Или с тобой Или просто Что на память приходит У меня ряд случаев Везде разные бани Скажем В Австрии У меня было Когда проездом На соревнованиях Там парялись Там простынями парялись У нас только вениками Простынями? Да У нас вениками Дубовыми Березовыми Можжевельниками Веники делают Различные свои А там простыню Берутся Два человека В этой бани Гоняют в воздух теплый А воздух гоняют Да Скажем В Лас-Вегасе бани Там в гостинице Зарипалат Где мы жили Сборная союза Была тогда Сборная союза Там участвовал С американцами Боксировал Там вообще баня Интересная В том плане Что над камином Стоит душ Который Терморегулятор есть Который По необходимости Подает туда Вот И вот мы пришли Своим тазиком Как всегда У нас Чтобы подбрасывать Для сгонки веса Не дать температуру Там Нового Мы попросили На ломаном Английском языке Попросили Чтобы мы спортсмены Приехали боксировать Нам разрешили А самый курьезный случай Это я еще раз говорю Самый смешной случай Это только в фильме Я видел Калина Красная Когда судимый Вышел И пошел Своим родственникам Париться Если помните Видели Самый смешной Подай сюда Кипяточку Подай Ну ты что Сумасшедший Ну подай Тебе Сказал Он берет Кипяточку В него бросил Ой убили Ой там Бандиты Какие предпочтения Каким баням Наша баня Русская баня Я даже Если в финскую Уходим с друзьями Обязательно Беру с собой веник Обязательно Его распариваешь Обязательно С веником Иначе Ибо не так Пробращается Просто Легкое потение Мы знаем Что Ты принимаешь Непосредственно Участие В организации Профессиональных Боев по боксу Которые будут проходить В Наре 12 апреля Если не изменяет Понятие И вот Пользуясь случаем Я хотел бы попросить тебя Чтобы ты пригласил Наших телезрителей На эти бои Которые пройдут В Наре 12 апреля Я просто С большим удовольствием Это делаю Проходить в энергетике С участием Нарских боксеров И профессионалов Из Ленинграда Я думаю Что будет очень интересно И полезно всем Тем более Нарвия любит бокс Спасибо Что вы пришли ко мне в гости Мне очень приятно Что это Популярная программа В Нарве Меня вспомнила Геннадий Тумачев Специально для программы Банный день Спасибо Ну Тайсон Тайсона А вот Михаил Евдокимов В Нарву Точно приедет Вы Самое главное Билеты заранее покупайте А то может не хватить Вот этот мужик-то Про баню Знает все Идет по деревне После бани Морда красная Значит Суббота Думаете я вру Приходите в кассу Сами все узнаете Говорят Что он уходит уже С профессиональной сцены Видите ли Его в деревне Опять потянуло Ну что У программы Банный день На этот случай Есть свои Архивные записи Дорогие друзья У меня Я всегда в жанре порожья Постоянно Вон дому А мне нравится Он Юрке нравится И езжет туда-сюда На халяву А что Мне другой раз Иногда Спрашиваю там Володь говорит Володь говорит А почему Говорит Ну говорит Некоторые пародии Похожи на это Ну ладно Дело в том Что Дело в том Что Какое ваше дело Вот что Действительно Какое наше дело А наше дело Левое Или правое Как известно Устами Младенца Глаголит Истина Правда Неприятно Когда они тебя Дураком называют Но все-таки А еще Они цветы Нашей жизни И в первые дни весны Мы дарим вам Вот эти Поснежники Ой Извините Вишенки Улыбайтесь Музыку включили На меня Да включишь музыку Да Красота АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Меня девки обижали, говорят, что я стомал, А я в садике Наташку десять раз поцеловал. Мы смотрели телевизор «Лебеди на озере», Выплывает белый лебедь, смотрю бульдозера. Кроха сын пришел к отцу и сказала Кроха, Что-то тысячу долларов на стол, не то будет плохо. У меня попала кошка, зовут ее Матрешка. Почему она попала? Я ж ее не обижала, помню как-то раз. Я подшипла киски газ, но не наружно кубиком с усилком голубеньким. А у киски-то под газом шишка выскочила лазом. Я скорее ее бинтом, да покрепче, заодно надела чепочек на четыре лапочки И нацепила тапочки. Помню, еще раз было, шила ей пятерка. Стала на нос надевать, а она подковать, я ее за хвост, А на спину выгнала, как мост. Ух, какая недотрога, ух, какая наглядная, Даже хвост не дает потрогать. А была моя Матрешка замечательная кошка. Спасибо. Милая мамочка, я тебе желаю здоровья. И люблю маму. Пряшут копейки и галошинки, И на матерской потареньки. Протяну ладошки к солнышку, Голубой цветочек маленький. Дин-дон, дин-дон, дин-дон. Дин-дон, дин-дон, дин-дон. Дин-дон, дин-дон, дин-дон. Дин-дон, дин-дон. Извиняются сойки весело, И поет и пень весенняя. Это солнечная песенка, Наша мама поздравления. Дин-дон, дин-дон, дин-дон. Дин-дон, дин-дон, дин-дон. Дин-дон, дин-дон, дин-дон. Дин-дон, дин-дон. Ну, молодцы, аплодисменты. Молодцы. Одный день. И теперь все вместе, еще раз. Три-четыре. Одный день. Ах, дети, дети. Молодцы. Эй, 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 ты чё, сдурела что ли? Иди, иди, иди отсюда. Ха. Ну, а сейчас после пяти конкурсов наш фотопарад. И не простой фотопарад, а хит-парад победителей предыдущих конкурсов фотоугар. Сегодня определять победителя не надо. Просто смотрите и наслаждайтесь этим зрелищем. Ну, а перед этим спонсор конкурса сеть магазинов мультифото с радостью вам сообщает, что сегодня, 5 апреля, очень знаменательный день. Сеть магазинов мультифото объявляет начало недели кодек ВИДАВИРУМА, который будет продолжаться до 12 апреля. Все уже давно увидели закономерность. После зимы приходит весна, а с нею и кодек приходит в ваши дома. Отличные стихи, правда? Как всегда, мультифото подготовило массу всяческих призов и сувениров тем, кто купит пленку кодек или кодек АЛОР, или фотоаппарат кодек. Кроме этого, внимание, такого еще не бывало. Того, кто принесет в эти чудесные дни пленку кодек или кодек АЛОР в магазины мультифото на проявку, ждет приятный сюрприз. Пленку вам проявят совершенно бесплатно. Если принесете две пленки, проявят две пленки бесплатно. Приносите хоть пять. Одно условие. На пленке должен быть купон мультифото. Они сейчас почти во всех магазинах с такими купонами продаются. Но если купона нет, не отчаивайтесь. Если пленка кодек или кодек АЛОР у вас на руках, то ее проявят вам за 20 крон. Я повторяю, всего лишь за 20 крон. Ну а сейчас, как я обещал, парад чемпионов. Что ты делаешь, малыш? Это моя каша. Ты, собака, не рычи. Эта каша наша. Орешек знаний тверд. Но все же мы не привыкли отступать. Подушка цели не помеха. А ну-ка, быстро на кровать. Дым сигарет с ментолом Пьяный баян качает Глаза ты смотришь другому Хоть он и на скрипке ловает И совсем мне не важны Внешности изъян Ведь мужчина должен быть Чуть лучше обезьян Редактор субтитров А.Семкин Мгновение не остановить Но магазины мультифото Помогают нам делать Настоящие чудеса Прикоснись к чуду Ну как, вспомнили? Ну а сейчас хотелось бы предложить вам парад детских фотографий Которые приносятся вами, дорогие друзья За что вам огромное спасибо В огромных количествах Итак, смотрите Детский фотоаппарад Редактор субтитров А.Семкин АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Качка ты наша рекламная. Кормилица. Лёня, шаги доедешь? Есть. Будь всегда полной, чтобы люди смогли посмотреть программу «Банный день», а мы её смогли бы сделать. У нас сегодня вновь премьера. Премьера фильма компании «Калью Кингластус», получившего недавно «Оскара» или «Луца». В номинации «Лучшая страховая мелодрама». Итак, вашему вниманию берегись автомоб... Ой, извините. История одного автомобиля. «Калью» сбережет ваш автомобиль от неприятностей и вас, дорогие телезрители, тоже сбережет. Так что мы желаем вам удачи на дорогах. Субтитры создавал DimaTorzok Остановись. У тебя неприятности. Возьми страховку и приходи в «Калью». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Восточная мудрость гласит На Аллаха надейся, а верблюда привязывай! Калию заботится о вас и вашем автомобиле! А сейчас ваше частное объявление! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня 1 апреля и банный день шутит! Хорошо шутит, потому что настроение хорошее, да во-первых! А во-вторых, просто у нас рубрика называется «Хорошо!» И мы вышли на улицы города, дабы поиграть в этот замечательный день с нашими горожанами! Наш человек снимал своей камерой вот с того балкона Одну замечательную игру, которая называется «Юлиуми Стывалги» Что из этого получилось, вы сейчас увидите! Хорошо! 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 Итак, игра «Юлиуми Стывалги» начинается! В корзине 6 снарядов! Кто же из норвитян завоевает призовые очки? Прошло 3 часа Первый игрок в джинсовой куртке оказался любознателен Но пассивен 6-0 в пользу банного дня Вторая попытка И опять неудача норвитян Третья игрок Но очень осторожен И любит почитать По-прежнему 6-0 «Юлиуми Стывалги» впервые в нашем городе На редкость равнодушна наша женщина И вот он первый герой Юрий Гагарин Поехали! 5-1 Ну, давай! 4-2 Молодец! Но пока в пользу банного дня «Юлиуми Стывалги» борьба обостряется Еще два очка И норвитяне выйдут вперед Но что-то им мешает Совсем юные игроки Вот он переломный момент в игре Норвитяне вводят молодые силы Ничья! 3-3 Очень уверенно Хорошо пошел! Хорошо пошел! На редкость равнодушны опять же наши женщины И финишируют Последние секунды игры 4-2 Ну, еще немного 5-1 И 6-0 Убедительная победа наших земляков Юлиуми Стывалги Игра смелых И находчивых С первого апреля Вы знаете какой-нибудь анекдот? Интересный? Мама, я знаю Да? Я есть Давайте, вы придумайте пока И каждый расскажет Приходит Вовочка домой И говорит Мама, папа, вам надеюсь Не стоит сегодня проверять мой дневник? Мама хватается за сердце Папа за ремень Вовочка открывает дневник А там пятерка Все в омарике Пятачок спрашивает Винни-Пуха Ты лужу выпьешь? Винни-Пух говорит Выпью Выпил Винни-Пух Лужу Потом Пятачок снова спрашивает Ты речку выпьешь? Выпью Выпил Винни-Пуху Речку Потом снова пятачок Ты море выпьешь? Выпью Выпил Винни-Пуху Речку И потом Это пятачок увидит Что-то текет Спасайтесь Винни-Пух Писать хочет Конечно Все Бабушка приходит в магазин Два пакета Берет молока Подходит к кассе Говорит Как спим? Продавщица говорит Вас не волнует Как я сплю? С кем я сплю? А ты знаешь, что не тут? Я да Расскажи Приходит мужик В магазин А там стоит Четыре бутылки На одной написано Выпишь Будешь шикать На второй написано Выпишь Будешь пукать На третьей написано Выпишь Будешь песней спрятать На четвертой Написано Выпишь Будешь песней спрятать На четвертой написано Выпишь Будешь жу Богу молиться Выпил сей Я замечаю Их Пук Та-ля-ля Ой, поженька Прости меня А кто еще знает? Я живу завтра на Лене и Калавине. Спасибо. Нормально. Еще раз скажи. Я живу завтра на Лене и Калавине. Вы молодец. Идет медведь с одной стороны, а заяц с другой. Это речка. Бабаха. Подожди. Бабаха. Спасибо. Идет такой, ну, заяц с одной, это медведь с другой. И потом заяц видит, это говорит, на папе ягодку видит. Папе ягодку на нее и пошел. Это и говорит медведь. Медведь, ты эту ягодку не ешь, я на нее попе ягодку. Можно сказать историю? Давай. Мы приходим на Амур. Вот, мы зашли в глубину, а мама, ну, хотела мне на воду положить, а я бухнулась в воду, зацепилась за мамин лифчик. И говорю маме, мама говорит, хотела лифчик попасть, а я за нее зацепилась. Потом приходим домой чисто. Мама говорит бабушке, бабушка, что лучше хватать, лифчик попасть и Аню хватать? И что бабушка сказала, что бабушка сказала? Конечно же Ани хватать. Батный день! Дайте! Мама говорит matters, а сегодня прокacaks Loud. Ани! Батный день! Батный день! Продолжение следует...